здравствуйте ну что ж уже несколько часов как белорусский интернет обсуждает интервью господина шклярова радиостанции эхо москвы что он сказал как он сказал о лукашенко и так далее и тому подобное достаточно активно переходит на персоны я предлагаю посмотреть на про на произошедшее немножко с другой стороны посмотреть акценты а также оценить время и место что очень и очень немаловажно и так давайте начнем время перед этим интервью произошло несколько знаковых для беларуси событий первое это назначение посла соединенных штатов америки голосование в сенате сша единогласная где я напомню что 45 сенаторов от демократической партии при том что часть белорусских политиков оппозиционных александр лукашенко явно надеялись на приход байдена но все еще надеется как на человека как на силу либо президента который будет проводить более резкую политику в отношении лукашенко и так имеем демократ-президент посол сша шклярова граждане сша который больше ну скажем так склоняется к поддержке демократического лагеря учитывая семейное расстояние сестра раз первый сигнал второй сигнал весьма интересный это завершение спора между республикой беларусь и газпромом по белгоспромбанку напомню что белгоспромбанк возвращается газпромовской администрации вопрос баба река это он стоит отдельно но как я уже говорил в одном из предыдущих видео до встречи путина и лукашенко которая все-таки состоится либо до нового года либо в январе вопросе баба река скорее всего будет поставлена точка и следующий элемент это то что с газпромом идет достаточно эффективное взаимодействие по другим вопросам это объемы покупки газа что немаловажно свете планируемого полного включения скажем так аэс белорусскую энергосистему это цена на газ и этот транзитные другие вопросы второе теперь место что такое эхо москвы эхо москвы это радиостанция которая работает на либеральную публику снова таки это не радиостанция которую можно но с точки зрения симпатиков например на американском поле отнести к симпатикам трампа это скорее симпатики в данном случае байдена раз и второе это радиостанция которая входит в холдинг газпром медиа то есть формально она якобы независимая но 66 процентов акций принадлежат газпром эти время и место теперь о том что говорил шкляров ну поскольку это паритехнолог с точки зрения оценки лукашенко по принципу сильно не сильная личность но в принципе тут он не сказал ничего нового то есть дали лично сильная как бы там ни было иначе бы он не сидел такое время на на посту президента все он бы просто слетел его бы сожрали своих вопрос в эмоциональной подачи и расстановки акцентов в чем интересно расстановка акцентов ну во первых оценка там того же сама визита в сизо кгб где кстати с чего началось интервью оценка разговора там как он говорит как глаза в глаза и так далее и плавный переход на то что будет беларусь причем все это подойдет через эмоциональную оценку ну то в традициях российских средств массовой информации как государственных так и не государственных то есть через эмоции задвигать нужный то есть через эмоциональную оценку подается достаточно активно несколько раз был повторен тезис о диалоге который будет вестись ну словно говоря в модальных рамках заданных окружением лукашенко и с его модерированием ну и соответственно с явным финалом все будет хорошо при этом если говорить о роли теперешних площадок господин шкляров активно говорит о неэффективности теперешних площадок в том числе не называя воскресенского площадки воскресенскому якобы намекая на то что он знает более правильное решение окей дальше идет естественно посажет о том что на и против вернуться в беларусь ну и это дополняется тем что я работал там с нескольким президентами мой опыт так далее то есть матрицу принципе можете себе представить то есть если условно говоря лукашенко обратиться так сказать к нужным людям но не обязательно что-то сам шкляров то все будет хорошо но и так все будет более-менее это первое второе подсветка альтернативных фигур то есть шкляров был и на встрече в сезон кгб и на других процессах он был как часть процессов которые оппонировали политики лукашенко как часть ну оппозиционных нельзя назвать то есть это были хотя может давать и так новая позиция условно говоря как часть процесса раскрутки новая позиция которая имеет на своих фронтменов своей фамилии забавно другое что когда говорится вот такое когда делается такое интервью то есть если бы это было интервью просто о событиях там бы прозвучало сразу несколько фамилий в данном случае часть групп она не точнее фамилии не упоминаются совсем есть фамилия шкляров есть фамилия лукашенко и отдельно мимо мимоходом упоминается фамилия баба рыка как единственный условно говоря оппонент лукашенко это подается что дальше будет интересно весьма интересная модальность весьма интересные рамки совпадение по времени и месту это дает возможность предположить один из трех вариантов то первое это вот просто ну так случайно все все случайно совпало и господин шкляров вернувшись в киев решил дать интервью эхо москвы не раньше не позже вот именно сейчас вот просто просто совпало понимаете у него телефон заработал вариант второй что это частично часть политического сигнала александра лукашенко со стороны сша это в принципе то что о чем я говорил во вчерашнем видео что сша будет через прокси силы где польши литвы показывает что такое жесткая политика напрямую она будет более сдержан то есть это возможно определенный сигнал как говорится язык может быть третий вариант это может быть сигнал в том числе и с востока что окей можно договориться по линии условно говоря сша все это вполне возможные результаты но естественно еще один вариант что-то совпадение интересов как части российской то есть на транзит власти но по управляемому процессу так и части американской американских интересов тоже сам транзит власти усиление позиции сша сша в регионе и в принципе беларуси в частности но не ключевые как это будет и что это будет посмотрим дальше но я не удивлюсь очень сильно не удивлюсь если уже после нового года в действиях окружения александра лукашенко можно будет узнать все больше и больше прием который применял тот же самый шкляров в работе до двадцатого года на постсоветском пространстве то есть то что происходит сейчас будем считать что это совпадение но то что будет дальше я не удивлюсь если это увижу и я не удивлюсь если тот же самый шкляров еще раз приедет в беларусь тем более что он сказал что там больная мать надо приехать все они удивлю что он приедет и претензий к нему со стороны белорусских органов не так ли это ну посмотрим я думаю что срок учитывая что лукашенко нужны грамотные технологии он будет искать кого-нибудь еще раз не обязательно шклятву он будет искать и грамотные технологии ему нужно не на краткосрочный период то есть не на момент до конституции грамотные технологии мы нужны на полный цикл транзита власти то есть на полтора два года это долгосрочный хороший контракт и учитывая изменение модальности даже даже если это не шкляров и возможно что-то не шкляров то такие сигналы о том что возможно нормализации возможно что он же не настолько токсичен как казалось на первый взгляд это означает что по крайней мере официальный минск но попробует обратиться сразу к нескольким конторам которые умеют работать с репутацией и умеют ее создавать то есть я напомню что по крайней мере один раз был чрезвычайно успешный опыт тоже покойный лорд тимати был вот второй тимати был ну и лавры такого технолога они могут достаться одной из работающих сегодня группе но и в принципе таким образом увеличив в случае успеха увеличив стоимость их услуг для остальных клиентов ну достаточно значительно на этом все видео понравилось лайкайте комментируйте подписывайтесь на канал поддерживайте меня подпиской на под видео всего наилучшего ах да еще сегодня скорее всего будет видео по санкциям которые в принципе планово готовил то есть по вхождению определенных компаний в санкционные списки почему и как это произошло и где есть успешное решение где есть решение которое в принципе мягко говоря вызывают вопросы потому что есть это вот теперь всего наилучшего до встречи